Она рисует этот мир яркими красками и пытается укрыться от него. Мягкие игрушки всегда под рукой, а не как маска, за которую можно спрятаться, потому что убежать невозможно. Пятилетняя Алиса не ходит. Родители говорят, девочка стала инвалидом после плановой комплексной прививки. В Севастополе из России семья Егорочкиных переехала больше года назад. Квартиру купили в доме на улице Героя Советского Союза Владимира Симонка. Главное условие – первый этаж. Придомовую территорию застройщик предложил благоустроить Егорочкиным самостоятельно. Вид на море закрывала мусорная свалка. Вышли на балкон и, ну как это сказать, состояние стопора. Ну, бурьян, да, понятно, бурьян, если не ухаживать за территорией, это бурьян. Но помимо бурьяна, это свалка строительных отходов. В мешках, без мешков. Вот валялись просто вот они, как вот сброшенные, подаренные, положенные. Эта красивая детская площадка появилась на месте мусорной свалки. На благоустройство придомовой территории ушел год. Сергей и Татьяна Егорочкины – архитекторы – все сделали своими руками. Этот замок Алиса назвала Алисхов. По ночам его окнах зажигается свет. Детская площадка подсвечивается лампочками. Даже готические стрельчатые окна пытался выложить. Какой-то же вход, вот что-то, образ. Вот здесь вот металл заложен для чего? Чтобы прикрепить эти цветы, вот эти именные, значит, эти знаки. Любой с детской площадкой соседи стали наводить порядок под своими окнами, избавляясь от мусора. Потом начались ссоры. Кто-то хотел вырастить сад, а кто-то строить гаражи. Я собрал подписи соседей. То есть у нас шесть человек, просто которые не против, да, что здесь будет. Потому что вечером после шести приезжает, там вся парковка занята машинами, детские площадки. Машины стоят очень плотно. И не дай бог какой-то ребенок выбежит из-под машины и под колеса, это шум, гам будет колоссальный. Насчет замка – это прекрасное сооружение. Мужчина строил его, я своими глазами видел, наблюдал и постоянно восхищался. Если надо, какая-либо поддержка, то есть я, что смогу, я сделаю, чтобы его отстоять, потому что это действительно произведение искусства. Коллективная жалоба жильцов дома застройщику стала приговором для семьи Егорочкиных. 11 октября они получили предписание освободить придомовую территорию от конструкции. Маленькая Алиса, услышав разговоры о сносе ее детской площадки, два дня отказывалась от еды. Девочке пришлось вызывать скорую помощь. И когда она услышала о том, что собираются разворачивать ее садик, она очень сильно расстроилась, она не стала кушать. Она стала очень грустная, стройная и всю ночь спала беспокойно. Она металась по кровати и кричала. А когда утром она проснулась, у нее начали дрожать руки сильно, чего не было за всю маленькую жизнь ни разу. Потому что она пишет картины, и у нее ручки очень хорошо поставлены. Она ни на что не опираясь, держит руку в воздухе и проводит ровные линии. Пришлось вызывать скорую помощь. Скорую помощь отвезла Алису на комплекс. Там ее посмотрел педиатр. Не нашел никаких признаков ни инфекции, ничего, никаких заболеваний. Ни вирусных никаких. И направили к неврологу. Невролог посмотрел, сказал, что это стресс. Дедушка Алиса не понимает, кому помешал этот сад, которым все любуются, и где играют и соседские дети. Ведь если снести все ограждения, детскую площадку разрушат, как это было не раз. А дом будет выглядеть примерно так. Почему квартира продавалась с бурьяном, с мусором закопанным и поверхностным мусором? И никто не обращал на это внимания из руководства ОНР, который видела, кстати, это все. Но тут возник, когда вот это такая ситуация, мы должны это все ликвидировать. Ну зачем так это? Это по-мужски мы поступаем, да, это нормально мы поступаем. Я не знаю даже, я не знаю, если бы я умел плакать, я бы заплакал, я серьезно говорю. Но мужчины не плачут, они огорчаются, понимаете? А поступить с внучкой еще так, я это не то, что не прощу, понимаете? Я буду бороться. Не сейчас так, я не знаю, я любые меры буду принимать. Но я своего ребенка, свою внучку, вернее, инвалида, счастья, удовольствия этого не лишу, понимаете? Вот открыто в камеру это говорю. Я ей удовольствие этого не лишу. Я буду бороться за маленькую жизнь моей внучки. Она и так жизнью, видите, как наказана. Досталось ей, маняне этой. И еще сейчас добивать я это не позволю. Комната Алицы – ее творческая мастерская. Она рисует небо, море и сад, которые видит из окна. Сейчас малышка оставила краски. Она не просит родителей поднести ее к окну. Алиса панически боится не увидеть свой маленький сад. И замок Алисхов. Маргарита Пронина, Дмитрий Фомин. Сеф-информбюро. Маргарита Пронина, Дмитрий Фомин. Маргарита Пронина, Дмитрий Фомин. Маргарита Пронина, Дмитрий Фомин. Продолжение следует...